20 апреля прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы правоохранительных органов в первом квартале 2017 года. Начальник МОМВД Городецкий Александр Соколов отметил в начале мероприятия, что за отчетный период наблюдается положительная динамика в работе. На вопрос журналистов о раскрытии кражи косметики, произошедшей в городе Городце, ответил Сергей Романов. Он пояснил, что задержана одна подозреваемая. Она пояснила, что была в магазине одна, что других она не знает. Больше она данных никаких не дает. В настоящее время проводится мероприятие установления двух других женщин. Способствовала раскрытию преступлений эффективная работа следственной оперативной группы. По отпечаткам пальцев, снята с места преступления, была установлена личность подозреваемой. Было проведено мероприятие по мониторингу. У нас есть система, которая работает по всей области. Объявлен оперативный розыск данной гражданки. Ее сдержали. В первом квартале 2017 года наблюдается снижение преступлений криминального характера. Сократилось количество краш и грабежей. Но есть место быть увеличение мошенничеств. Сложение финансовых условий, ухудшение в жизни идет к развитию этих мошеннических схем, в том числе через интернет и так далее. За 2017 год совершено 37 преступлений, связанные с мобильными, в том числе интернет-мошенничествами. При помощи социальных сетей. Два преступления. С помощью интернета объявления на сайте Авито. Шесть преступлений. Одно из них раскрыто. С помощью сети интернет, вирусного программного обеспечения, услуги мобильный банк, услуги Сбербанк онлайн. 22 преступления с использованием средств и сотовой связи. Значит, два преступления в сфере кредитования. Совершено 9 преступлений, где жертвы мошенники стали пенсионеры. Значит, в 2017 году нами раскрыто 12 преступлений, из них 5 совершены в 2017 году, и 7 совершены в 2016 году, которые были связаны с мошенничеством, где неизвестное лицо звонило на городской номер, представлялось. Мама, папа, я попал в ДТП для решения вопроса нужны деньги. То есть это лицо было установлено, даты преступлений были раскрыты. На территории Городецкого и Чкаловского района зарегистрированы 4 народные дружины – Городца, Заволжи, Чкаловска и Городецкое станче казачьего общества. Также в данный момент оформляют документы еще 8 подобных организаций. Стоит цель, чтобы в каждом поселении Городецкого района была своя народная дружина. Основные направления деятельности общественных формирований – это взаимодействие, оказание помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка, пресечении правонарушений и преступлений, на территории, на которых созданы народные дружины, оказание помощи органам внутренних дел при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведение разъяснительной работы по правонарушениям, совершаемым в общественных местах. О том, как ведется работа среди подростков в плане предотвращения небезопасных селфи, рассказала начальник отдела по работе с несовершеннолетними Галина Верхоглядова. Что касается случаев, вот вопиющих, то, что есть у нас на территории Российской Федерации, к счастью, на территории Городецкого района трагических случаев не зафиксировано, связанных с селфи. Но факты, когда дети залезали на высоковольтную вышке, вот эти электрические столбы, на крыши торговых центров для того, чтобы сделать фотографию, когда они оказываются наверху строек, недостроящихся зданий, такие факты имеют место быть. Именно для этого и был принят нашим земским собранием перечень мест утверден, где подросткам до 18 лет всем детям находиться на территории нашего района запрещается. В такие места как раз и включены все вот эти вот опасные объекты, о которых я сейчас и говорила. Таких фактов у нас за 2016 год было выявлено 186 таких фактов, за три месяца 2017 года их было 27. Выявлено фактов, ну то есть подростки, скажем так, правоохранительные органы, сотрудники конкретные, уберегли конкретных подростков от получения как минимум травм. Представитель общественного совета Городецкого района Валерий Ериков отметил положительные изменения, происходящие в МОУ МВД Городецкий. Ежегодно посещаем практически все подразделения. Мы смотрим по чистоте, по техническому оснащенности, по тому, как относятся к гражданам. Ну, например, вот очень нас заинтересовало в этом году МРЭО, да. То есть вот за несколько, вот буквально лет большой прорыв в этом плане по обслуживанию, значит, граждан. Вот порадовало ГАИ, которые мы смотрели вот три месяца, январь, февраль и март, и внимательно изучали. То есть тоже там по приему граждан, по обслуживанию граждан, вот, значит, условия, ну, кардинально улучшаются, прямо видно это дело.